В Артемовском городском суде состоялись судебные премии по делу Евгения Шлейна и Дениса Слюсаренко, обвиняемых в воспрепятствовании законной и профессиональной деятельности журналистов, сопряжённое с причинением имущественного ущерба и с угрозой применения насилия. Напомним, данное событие, когда в Артемовском пострадала съёмочная группа телекомпании «Ермак», произошло год назад, 28 июля 2016 года. Суть инкриминируемых событий состояла в следующем. В 1 понедня, 28 июля 2016 года, Першина и Уразбахтин, которые являлись журналистами телекомпании «Ермак», в составе съёмочной группы, прибыли на промышленную площадку, расположенную по адресу дом 8 по улице Куйбышева в городе Артёмовском, для снятия сюжета на предмет содержания бездомных животных. По прибытию на названную площадку, соответственно, было организовано проведение съёмки сюжета, который был грубым образом прекращён, что оператору, что непосредственно корреспонденту были нанесены телесные повреждения, был полностью отобран материал, уже отснятый, и названные журналисты были выпрожены с территории. Предварительное расследование и судебное следствие продолжались довольно длительное время. И вот спустя год в рамках состоявшихся судебных прений были выдвинуты обвинения с предоставленными доказательствами вины подсудимых. Установлено, что у разбахтин сигнал не снимал 17 секунд до того, как им стал продлежаться 11 подсудимых. Через 5 секунд он подошёл к першину, через 21 секунды съёмки. В следствии чего оператор у разбахтин направляет на них камеру, и уже на 11 секунде с момента беседы корреспондент сообщает подсудимому, что мы журналисты, при этом держат в своей руке микрофон, снабжённые познавательными знаками телеканала. В бинах подсудимых также подтверждается видеозаписью с мобильного телефона першина, в которой запечатлены у разбахтин, шлейм, бассейн и сусоренка. При этом сусоренка, совместно со шлейм, удерживают у разбахтина, а высоте пытается оттащить от оператора шлейм. В последующем сусоренка обращается в сторону снимающей першины, отпускает у разбахтин и бежит в её сторону, даром прекратить съёмку. Факт причинения потерпевшей першины в детском положении подтвердается в заключении экспертов на номер 56-91 августа 16-го, согласно выводам, которым вершины обнаружены сайты в области левого локтевого сустава правого преддельщика давности причинения около них суток до момента осмотра, который был, соответственно, 29-го и 27-го. Могли образоваться обдавления или тренинг каким-то другим элементом, либо обдавления и тренинг в этот проект. Факт причинения насилия со стороны подсудимых операций у разбахтин подтверждается заключением экспертов на номер 56-91 августа 16-го, согласно выводам которого у разбахтин обнаружены множественные аниматомы. Причинение по сайте левого повреждения, защищавшему противоправные действия стороны подсудимых журналистов, подтверждается заключением экспертов на номер 56-94, а также 1 августа 16-го года, согласно которому по сайте левого лекции, дуловища и украшения. В процессе борьбы Шлейн также получил левое повреждение, что отражено в заключении экспертов на номер 4 августа 17-го года. Сторона обвинения просила признать Евгения Шлейна и Дениса Слюсаренко виновными в совершении преступления. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного процедуром Слюсаренко и Шлейна преступлений, их личности, учитывая условия их жизни, прошу признать Шлейна Евгения Александровича и Слюсаренко Дениса Александровича и новым в совершении преступления в предусмотренном участии прийти в статье 144-го уголовного кодекса Российской Федерации и назначены наказанием в виде одного года, шести месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказаниями справедливого украшения. Меру пресечения преступления приговора законную силу в отношении Шлейна и Слюсаренко прошу изменить, взять и поставить в зале суда. Вещественные доказательства по делу видеокамера, сфотворительный закон, вернуть по принадлежности потерпевших. Иные доказательства хранить победы. В свою очередь, сторона защиты – адвокаты Шлейна и Слюсаренко в ходе прений выдвигали оправдывающие вину факты. Так, по словам адвоката Слюсаренко, виноваты в инциденте были сами журналисты и оператор. Кроме того, он не видит подтверждения того, что его подзащитный оказывал насильственные действия к съемочной группе. Берем показания у Росбаркина. Здесь ни слова не сказано о том, что они пришли именно в организацию для производства, для выяснения вот тех обстоятельств, которые якобы не имели места, а именно нарушения содержания животных. На что Слюсаренко им неоднократно говорил, нет, он не запрещал им пройти в организацию, посредить документы. Он говорит, покиньте территорию, покиньте. Я приглашу руководителя и будем обсуждать тему. Обсуждать тему о надлежащем, ненадлежащем исполнении законодательства, ведь перед нами или там о готове животных и тому подобное, можно с кем? Животным миром? Нет, только с должностным лицом. Соответственно, опять же, статья 49-я, журналист обязан испросить разрешение у должностного лица, кем является шлейей, в частности, и проводить все остальные действия. Что сделано? Журналистами не было. Из того же протокола осмотра предмета с участием Терпеша Росбаккина следует, что находится рядом с Слюсаренко, которая своей левой рукой производит толчок за кадром. Так вот, это, извините меня, каждый присутствующий в зале, вот это движение руки в сторону, будет говорить, это толчок. Он показал рукой куда-то, он отодвинул кого-то. То есть, движение руки, может, он уже подсказнулся и падал в руку, вытянул в сторону. То есть, толкование, вытянутое руке, не факт, что он кого-то отодвинул. Движение руки, не факт, что он кого-то толкал. Однако все заняли обвинительную позицию, составители обвинительного заключения уголовного дела. Адвокат Шлейна построил свою защиту на том, что его подзащитный не знал, что перед ним журналисты. Вот если бы представителями прессы оказались Познер, Соловьев, Киселев или хотя бы Шеремет, то все было бы по-другому. Если бы, допустим, Першина или Львов Росбаккин, или оба, и каждый из них в совместности и в отдельности были известными журналистами. Движение, Владимир Владимирович Познер, там у нас имеется такой, допустим, Соловьев, Киселев, известный на всю страну телеведущий, мы их регулярно видим, значит, по центральным каналам, то уже можно было бы верить в том, что, извините, вот, значит, ведущий с федерального канала, как бы вы его не знаете, и то можно сказать, а я новости не смотрю, телевизор вообще мне нет. Либо, допустим, если бы Першина, либо Львов Росбаккин были известны хотя бы в уральском телевидении, настолько, как, допустим, здесь у нас Иннокентий Шеремет, которому уже более 20 лет смотрим новости по телеканалу ТАО, да, 9,5 или 8,5. Но нет, ни Львов Росбаккин, ни Першина, часть или несчастная, не настолько известны и знамениты для всех, чтобы видеть о том, что вот их увидел и сразу понял, что это нами журналист. В ходе премии воспользовался правом голоса и сам подсудимый Евгений Шлейн, отметив, что съемочная группа не соблюла правила этикета и нормы морали. Есть закон о СМИ, который мы должны соблюдать, то есть это правила этикета и нормы морали, то есть это должен быть существенный разговор, то есть если они приехали по сюжету, да, должны обратиться к руководству, значит, не лезть, там, впасть в собаки и так далее. То есть должны, значит, при въезде, то есть была табличка с часами работы, телефоны, то есть лица прекрасно знали, что руководство находится наверху, однако они не сочли, нужно, значит, встретиться с руководством, какие-то обсудить вопросы и ответы, пригласить, значит, незаинтересованных лиц, если они пытались выяснить какие-то жареные факты, да, то есть они просто хотели сделать конфликт, то есть они нарушили все нормы морали, которые можно было соблюсти, и при этом, значит, никакого, скажем так, последствий не было. Выслушав позицию защиты, заместитель Артемовского городского прокурора, обвиняющая сторона отметил, что абсолютно неприемлемым является высказывание защиты о том, что известные личности неприкосновенны, а остальные журналисты должны думать, прежде чем свой нос совать туда, куда не следует. У меня в форму, у органов полиции также в форму, а журналист, в моем понимании, должен понимать возможные меры и должного надлежащего доведения от окружающих лиц, кто он такой. Если возникают вопросы, он ответит, если возникают вопросы, я и документы, ну извините меня, когда через 7 секунд сначала разговор уже начинают бить, о предъявлении каких документов можно говорить, что непосредственно в Росбахте и Вершина не являются известными журналистами, да? Ну извините меня, если бы вы, где выходит, известных бить на зях и неизвестных можно, это, на мой взгляд, по правовым статусам и по правовой некосновенности определенной, которые законодательно делили лиц, осуществляли связавших свою жизнь журналистикой, это недопустимо. По словам заместителя Артемовского городского прокурора Ивана Саплина, суд надлежащим образом установил все обстоятельства, инкриминируемых Евгению Шлейну и Денису Слюсаренко событий, и дал окончательную юридическую оценку их действиям. Непосредственная оценка того, что воспрепятствование незаконной деятельности журналиста, это является уголовно наказуемым деянием, законодательным, уже изначально сам статус журналиста и его профессиональная деятельность отнесена в отдельную категорию так называемых спецсубъектов, на которых распространяется более суровая ответственность воспрепятствования той или иной их деятельности. Как отражено в приговоре Артемовского городского суда и установлено в рамках предварительного расследования, Слюсаренко и Шлейн надлежащим образом осознавали, кто перед ними находится, зачем сюда люди приехали, но вопреки этому все-таки решили воспрепятствовать их деятельности, помимо прочего, применив к ним насилие. Приговором суда Евгений Шлейн и Денис Слюсаренко признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им назначено наказание в виде полутора лет каждому лишения свободы. Вместе с тем, названное наказание суд посчитал считать условным с установлением испытательного срока 2 года и с возложением ряда обязанностей.